От усадьбы Неклюдовой на Малой Бронной остались одни руины. Дом, построенный полтора века назад, исчез за один день. В списках объектов культурного наследия он не значится. Общественные активисты и местные жители называют это варварством. Иван Федотов выяснял, как такое возможно. Бывшая усадьба помещицы Неклюдовой оказалась прочной, как крепость. Старинную кирпичную кладку экскаватор разрушали больше 12 часов. Это здание на Малой Бронной москвоведы называли родиной детского здравоохранения столицы. Вообще это довольно редкий дворянский дом в этом районе, который довольно поздно застраивался из-за своего болотистого характера. В 40-е годы 19 века ведомство императрицы Марии приобрело этот дом для детской больницы. Фактически это адрес первой московской детской больницы, юридическим правоприемником которой является Филатовская детская больница по другую сторону Садового кольца. Стоя 20 метрах от заградительной ленты, за уничтожением постройки наблюдают местные жители. В руках пенсионерки Марии Черкасовой переписка с собственником здания и копии старинных фотографий. Бывшую усадьбу собственник поначалу обещал сохранить и реконструировать, но потом неожиданно в 4 часа утра приехали демонтажные бригады. Во всех документах, даже официальных, написано, что он был построен в 1969 году. Но это искажение, ошибка, намеренная листья. Дома построена в 1842 году. Время выбрано такое очень специфическое, когда никуда невозможно позвонить, не вызвать никакие службы. Соответственно, люди в разъезда. В департаменте культурного наследия подтвердили снос, согласован с властями. Бывшая усадьба в последние годы была отдана под офисные помещения. В списке объектов культурного наследия не значилось. Здание по адресу Малая Бронная, 15-Б, не является ни объектом культурного наследия, ни выявленным объектом культурного наследия. В границы охранной зоны не входит. Собственник, затеявший демонтаж, от разговора с журналистами отказался. Жильцы утверждают, что на месте здания хотят возвести офисную башню, то ли в семь, то ли в девять этажей. Строить будут вплотную к детским садам. И так осталось просто исторические знания, просто пересчитать можно по пальцам. Но если мы так будем разбазаривать свое наследие, тогда можно вообще все сносить, закатать в цемент и в асфальт. Отстоять старинное здание инициативной группе жильцов не удалось. Но теперь люди готовятся к новому этапу противостояния. Запретить строителям возводить многоэтажку на узкой улице они намереваются в суде. Иван Федотов, Айрат Галимов, Александр Руденко, Москва, 24.